ну что мы на своем baby-мобиле подъехали наконец-то к этому замечательному месту и покажу как выглядит она сколько время занимаетесь из риги из риги если вы едете четко по знакам нарушая занимает ровно 45 минут езды и так через 45 минут езды вы выходите вот в таком замечательном месте ну и мой вам совет если уж за приехали посетите за кофеюшку которая находится за мной потому что мы здесь были по моему с десяток раз всегда здесь было вкусно всегда недорого и всегда очень хорошие воспоминания об этом месте попробуем показать почему идем для начала подкрепимся и посмотрим чего нам это будет стоить и чем нас будет сегодня мы взяли каждый год по такой соляночке что интересно видите прорисовка с названием этого кафе вот такой карбонадик обратите внимание на порцию на просто гигантская порция что у тебя здесь а у тебя половиночка это пол порции детской рублей тогда сейчас мы оплатили нашу еду напомню что нас пять человек два взрослых три ребенка и нам это обошлось 25 евро обслуживать абсолютно на любом языке русском латышском английском нет проблем и все настолько классно потому что насколько я вот понимаю это семейный бизнес и здесь действительно бизнес на первое место все остальное на потом вот здесь всегда очень вкусно всегда очень позитивно и когда мы мимо едем и планируем какие-то маршруты мы обязательно планируем это место то есть обязательно снова заехать потому что воспоминания здесь всегда были обалденные и это вот позитивчиком радует ему уже здесь наверно могу ошибаться на лет 5 наверно заскакиваем и здесь кушаем вот такое приятное место что здесь интересно здесь немножко занялись ландшафтным дизайном он очень интересный и это придорожное кафе то есть обычно придорожных кафе не заморачиваются и делают все гораздо проще но здесь такая деревушка и люди как бы землю любят и свое делать тем более любят поэтому готовят хорошо и позитивом здесь в чем так и так очень замечательно кафе и сейчас движемся местные достопримечательности что мне здесь понравилось во первых понятно что такая девушка скажем глуши глушь английской поэтому здесь кафе они рестораны то есть если здесь наложат вам порцию то вы сто процентов и не следите неважно какой вы весовой категории и ребята на полученную прибыль не покупают себе бентли а вкладывать достопримечательности обычного придорожного кафе немного вариантов почему надо остановиться заскочить и сейчас я покажу один из вариантов как они красиво это обыграли то есть у них так получилось что у них есть кофе юшка и рядом есть просто канал его что можно сделать из обычные каналы и насколько круто там может быть сейчас мы пройдем туда и узнаем сколько стоит билеты взрослые 2,50 и дети и евро 50 взрослые стоят 2,50 и взрослые а сколько с нас 10 евро ну нет там что-то билет с кола семейный билет ну идем посмотрим так узнали немного больше информации как я и ранее говорил не ошибся то есть это кафе и эта мельница она принадлежит одному семье причем принадлежит достаточно давно еще до революции она принадлежала им и это место она все-таки была реальным а не виртуальным то есть когда-то когда не было электричества в латвии в этом месте стояла мельница и за счет воды она молола как бы муку то есть она всегда была а потом во время советского союза конечно же пришла сюда цивилизация пришло электричество и эта мельница была за ненадобностью как бы разобрана но теперь когда владельцы получили обратно они решили это уникальное место это их не семейный гнездышко восстановить восстановление началось 24 года назад и сейчас обстанная можем увидеть в таком виде но здесь ничего крутого не должно быть здесь просто сделали красиво так чтобы ты сохранил весь ландшафт всю культуру этого места не тронутой и теперь я предлагаю вам насладиться послушать просто звуки этого замечательного места входим в зону водопадов все водопады здесь реальные здесь их великое множество это чистейшая такая назовем ее горная водичка ну и что такое флористика здесь люди действительно знают типа для старых людей предусмотрены такие вещи чтобы мог подтянуться и вот он водопаде здесь и что интересно здесь на каждом уровне свой шум ну и такая не знаю как бы симфония водных звуков выглядит это конечно очень круто так а и 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 прикольное место для релакса приезжайте сюда в темное время суток здесь куча всяких анимаций под цветовой и тут есть чем заняться тут просто у нас нет собой каталога чем конкретно можно заняться Но тут видно, что здесь можно ходить и искать разные достопримечательности, которые придуманы Например, как недавно вы видели эту голову, которая находится в воде И этих голов тут несколько штук, их надо все найти То есть они где-то спрятаны, такие как злые гномики Вот, повелители воды, их нужно искать Прикольная штука для старичков, чтобы они могли держаться Обозначение желто-осторожно, перепад Ну и ты фактически идешь вдоль такой речушки красивой На каждом уровне, повторюсь, свой звук воды, свой порог Угу, увидел Как я говорил, нам удалось разыскать уже вторую мордашку недовольную Вот он на нас поглядывает Ты здесь по лесу бегаешь, здесь не ехать ищешь, да, Тимурка? Да Сколько мы нашли уже? Две Вперед дальше на поиске В 1920 году это была турбина, по которой текла вода и мельница работала Не правда ли очень сказочное место? Не, не, не На самом деле очень шикарное место для релакса И даже не скажешь, что это находится в Латвии Это все не бутафория, это все реально То есть, до 1920 года это все работало Сейчас восстановлено в том состоянии, в каком было На фамильные деньги этой семьи Прикольно Но это отдых для релакса Если вы находитесь где-то в Сигулзе, а это изначально латвийская Швейцария И устали от активного отдыха Думаю, есть смысл заскочить сюда Потому что тут на самом деле прикольно Ну, и то, что здесь есть Неактивным отдыхом тоже назовешь релакс-релаксом Но здесь на месте есть и варианты активного отдыха Ну и по горам придется полазить Поскольку это, конечно же, семейное гнездышко То у каждой семьи есть свои скелеты в шкафах И свои истории Три липы мы видим вот здесь с левой стороны И их семейное предание гласит следующим образом Владельцы этой мельницы звали Йордис И каждый раз, когда у него рождалась дочь Он сожжал одну липу Он хотел, чтобы они были все время на возвышенности То есть на высоте И чтобы они были всегда и держались друг друга рядом Здесь мы видим три липы Однажды в одну из лип попала гроза И через год одна из девушек погибла Погибла она в 34 года И осталось, как можно видеть, три липы Вот толщина ствола Две умерли 86 лет и 87 лет А одна из девушек живет по сей день И сейчас ей уже 94 года Соответственно, у этой липе 94 года Вот такая их семейная история И здесь вы можете подняться и воочию увидите Им приятно И вам развлечение Движемся дальше 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 Движемся下 Позволю себе еще немного поболтать Обратите внимание, что мы находимся в лесу И разумеется, очень много здесь гаражам Которые боятся клещей Ну, потому что лес Всевозможных насекомых и так далее И здесь все оборудовано таким безопасным образом Что помост, на котором вы находитесь Находится минимум 50, а то и полутора метрах От какого-либо растительности То есть, гуляя по лесу Здесь настолько безопасно, обратите внимание Что здесь можно чувствовать себя комфортно И не бояться того, что какой-то клещ вдруг на вас нападет Хотя здесь все клещи не больны энцефалитом За этим тоже идет наблюдение и работа Вот Есть скамеечки, где можно посидеть и просто прилаксироваться Потому что городская вся эта суета Шум машин Он порядком поднадоел каждому Вы сможете нормально сесть на природе, на табуреточке посидеть Ножки ваши не испачкаются Если девушки будут на каблуках, все будет в порядке Везде есть обозначение, внимание, ступенька Везде есть поручни для престарелых посетителей И всякие вспомогательные средства, чтобы могли они спокойно себя чувствовать Если вы пришли сюда на детской коляске Либо на инвалидной коляске Ну, насколько максимально комфортно в лесу Сделать можно Здесь все сделано Сказать, что здесь прям все засфальтировано, нет Здесь все-таки акцент на идеальную чистую природу Поэтому, возможно, да Ну, с комфортом, конечно же, под вопрос Еще такое замечательное местечко Не передает камера, к сожалению, запахи Но здесь разные виды воды Спускаются они с разных источников Она питьевая, ее можно пить Та вода, которая мутная Это был ночью дождь И, соответственно, слишком большое обилие воды сегодня Видите, вот маленький источник воды Сотни их здесь Есть места, где это все цивилизованное, оборудовано И есть кружечка, где можно подойти и попить Чисто родниковые воды Или увезти ее с собой Приезжают сюда молодожены Приезжают сюда уставшие от города люди Или просто парочки с детьми Здесь разные маршруты И разные вариации Семейного релакса Интересная штука Информационное табло То есть здесь у каждой достопримечательности она есть Но, к сожалению, ничего не разноруется Есть для невидящих людей То есть, как я говорил, сюда приезжают разные люди Если человек невидящий, для него есть специальная книжка Где он может руками читать Я не знаю, как это правильно делать Но об этом месте он может почитать И также насладиться Здесь специальные кресла На такой интересной террасе Где можно порелаксировать В разные вариации Например, вот это Ну вот, собственно говоря, что осталось от старой мельницы Теперь это просто красивый антураж Красивому месту 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...